добрый день уважаемые зрители добро пожаловать обратно в викторию где японский сегунат переживает кризис политический ну еще немножко экономический но с экономическим мы уже практически справились военный на данный момент кризис отсутствует его пережили прошлый раз но не так что он не произойдет снова у меня появилась кое какая идея как можно попытаться снизить накал страстей не факт что это поможет но можно попробовать значит данный момент у нас есть два агитатора за президентскую республику и один агитатор за этническое государство первый шаг который я хочу попробовать сделать это сделать нашего агитатора из стана промышленников лидером группы таким образом он исчезнет из стана агитаторов и превратится в политика на данный момент у нас лидером промышленников является это на националист который поддерживает этническое государство национальное превосходство и расовую сегрегацию а также закрытые границы и либо миграционный контроль у нас сейчас что из у нас культурное отчуждение ну то есть он нам вообще не интересен так сделать лидером да да больше не агитатор теперь панове по политик становится лидером группы промышленники бум второй шаг который мы сделаем это попробуем избавиться от и сунь я цена который относится к мелким буржуа ну к сожалению или к счастью не знаю потому что позитивист мне кажется лучше чем республиканец но в любом случае второй раз мы не можем выбрать эту опцию сделать лидером потому что есть кул даун пять лет и также мелкие буржуа сейчас находится в оппозиции они в правительстве поэтому мы не можем передать лидерство что такое тут посередине желтое то что означает исторический персонаж я думаю исторический персонаж только зеленым фоном отображается интересно но в любом случае у нас есть еще два две опции как мы можем поступить с этим агитатором мы можем подстроить несчастный случай потому что у нас есть тайная полиция и имеем 25 процентов шанс что он умрет 50 процентов наше покушение провалилась он осталось незамеченным и 25 процентов покушение провоцировала с провалилась из провоцировала крупный скандал ну давайте попробуем в крайнем случае мы можем его изгнать просто но это также не не очень хорошо о да получилось отлично персонаж суньяцин в прошлом агитатор умер то есть теперь у нас нету агитаторов право поддерживающих принятие закона президентская республика это не значит что он что это по революции сейчас сразу уйдет но всяком случае накал страстей немножко должен снизиться и в зависимости от того насколько сильная поддержка у населения этого закона может быть революция и сойдет на место поддержка 73 радикализм 85 но все достаточно высокий радикализм но сейчас мы запустим еще таймер и возможно снизится ну если нет если она будет приближаться к ста процентам мы запустим принятие этого закона а потом его отменим или примем посмотрим как пойдет обстановка значит это наше внутри полить внутри политические дела следующий шаг который следующий чем мы займемся это нашей внешней политикой я тут немножко посмотрел мы все еще противой и кнопочку мы все еще противостоим германии они нам противостоят мы то и на них клали и нам все равно что они там думают так мы вот так откроем то есть наше отношение к германии в принципе хорошее это их отношение к нам хреновая да у нас в принципе со всеми хорошее отношение кроме вот египта англии и америки россия все еще является нашим союзником и у них также натянутые отношения с англией скандинавией америка и германии а еще натянутые отношения у германии с францией с которой у нас хорошие отношения я все это к чему к тому что следующее что мы сделаем это мы объявим новые соперничества соперничество у нас как раз не хватает влияния а мы его немножко пополним во первых мы объявим соперничество германии раз уж они так и хотят с нами дружить во вторых мы объявим соперничество англии раз они тоже не хотят с нами дружить скандинавии уже объявлено давайте объявим также америке и бельгии а вот франции объявлять не будем на вместо этого с францией мы начнем улучшать отношения и с китаем с той идеей что мы будем пытаться образовать коалицию вместе с россией китаем и францией для противостояния германии англии и америке ну на данном этапе игры в этой в текущей версии пока еще нет таких коалиций но я так понимаю что это как раз будет то что появится в обновлении 1.7 где можно будет делать именно коалиции фракции которые позволят объединять страны не быть только в порядке подчиненности но и вот порядке привлечения их в свою сферу влияния посмотрим как это будет работать пока я я читал часть дневников разработчиков но большую часть так просто пролистал не хочу все заспойлерить для себя хочу находить это во время игры так и из того что нам нужно сделать пока мы не сняли паузу быстренько пройдемся по нашему рынку интересно о франция так конвоев нужно целую кучу ну ладно англия австро-венгрия кстати вот про австро-венгрию я честно говоря не уверен с россией вроде они дружат но во всяком случае отношения нормальные но они со всеми у них кроме германии более-менее нормальные а у них статус какой малая держава так малая держава не могут быть малой державой заключить союз франция не хочет союз а китай тоже нет так у нас нет примере если они мало держал почему я не могу их сделать протекторатом у нас нету интереса нету интереса в каком районе южная германия там не и не можем пока что объявить интерес где у них столица в австрии и это можно учесть так 406 конвоев ладно пания обойдется бенгальский рынок ей сволочи которые не захотели платить нам репарации полном объеме франция венгрия россия хочет оружие получить и франция так а импорт железо было северо североамериканский рынок нет не нам сейчас скорее всего эмбарго объявят франция бенгал решил поделиться с нами двигателями интересно одежда из франции очень хорошо продукты отлично правда у нас точно не хватит на все на это конвоев но ой это была германия но сейчас не намагают эмбарго и это отмениться ладно понеслась по покупкам здесь нас ничего не интересует 73 85 74 87 поднимается бельгия провозглашает соперничество так что у нас тут строится хорошо строится и бунт избегает покушения на церемонии открытия декоративного сада в городе это революционер подорвал взрывное устройство рядом с местом где стоял кенките токугава все гун выжил на нападавший погиб от полученных ран не успев дать показаний мы отомстим всем предателям и убийцам канките токугава получает черту характера шрамы изменить прогресс гражданской войны плюс 10 процентов плюс 10 процентов у нас уже 86 минус 25 к авторитету минус 2 к легитимности начинаем принимать закон идея сейчас это событие должно уйти будет по идее так я там видел золото это где у нас в трансвале нет не уйдет события конца недели надо дождаться ну и теперь соответственно нас другая революция в обратку на сохранение закона монархия и по-пу-пу-пу сторонники сюгуна вышли из правительства теперь на данный момент у нас править правительство стоящие из одних промышленников которые имеют легитимность всего лишь 23 что в принципе не так уж страшно потому что теперь мы можем принимать законы только при наличии политического движения которые у нас есть но нету штрафа да нету штрафа к сроку к скорости принятия этих законов вероятность принять сто процентов но посмотрим какой из этих таймеров будет работать быстрее поддержка монархии 52 а вот к радикализм 199 так у нас там я надеюсь ни в какие войны не нужно ввяжем ввязываться в этот момент я самой революции как таковой как бы ну не боюсь да то есть будет революции будет мы ее сможем победить при позвав союзников проблема в другом проблема в том что революция нам еще и революционная сторона блин по уничтожает половину нашей экономики это меня беспокоит они сам факт революции то есть революция имея союзников сильных справиться несложно ну или уничтожив армию в тех регионах где будет поднята революция а вот то что они уничтожают здания чтобы скорректировать экономику да они не учить и и не учитывает то что под после революции страны объединяться они держат держат в уме только текущую ситуацию что страна вот это именно тот кусочек который пытается отделиться и соответственно так как экономика не рассчитана на маленький кусочек она рассчитана на всю страну то они начинают очень много сокращать того что не нужно сокращать преследование издательской комиссии издательская комиссия связанная с группой хаймины опубликовал пламенные памфлеты которые в итоге оказались суде в суде изменить прогресс так настоятельно судебном разбирательстве прогресс гражданской войны минус пять процентов аккуратно заткнуть этих издателей минус десять процентов не трогайте их они безвредные либо плюс 5 либо плюс 10 либо именно потеряют поддержку давайте вторую опцию сдерживать революционный настрой посмотрим насколько нам это удастся а вот мы теперь мы достигли 25 процентов это плохо было лучше когда у нас было 23 процента а уж теперь срок утверждения плюс 50 процентов возможно нам даже лучше вот так вот будет сделать чтобы быстрее шло принятие закона минус 3 к одобрению оппозиции до принятия ну давайте попробуем 15 сентября и казенность образование выросло до пяти так скорости революции скорости отделения вот давайте попробуем министерство внутренних дел повысить сантовка обнаружен гсм у нас отделение а чехское отделение так а где наш флот женский орден в области тюгоку женщины из области тюгоку имеющие связи в группы в группе монахи буддисты создали организацию призванную оказывать медицинскую и материальную поддержку антиправительственным революционерам нельзя чтобы эти женщины стали мученицами плюс 10 процентов гражданской войне либо нужно подарить женская религиозная организация плюс 5 процентов гражданской войне тюгоку минус 10 процентов доходу от иждивенцев и плюс 5 процентов штрафом области от беспорядков на два года большая область ну давайте вторую опцию так вот и еще игра против нас рабочий триполитанская триполийская вау вот это маршрут сальтос отступает это не наша война так это кто нидерланды нас не интересует деландская с индия поддерживает америку против британии америка против британии интересно очень интересно закон перешел следующую фазу но революция уже 70 процентов набрала китай поддерживает англию гниение лозы в свете богатого урожая в области тохоку минео сай сайго сообщает что ничего не было собрано и выдвигает ультиматум новый порядок от которого выигрывают хэймины или массовый голод конфисковать все причастные фермы плюс 10 процентов гражданской войне минус 15 процентов товарооборот сельскохозяйственных сооружений ферм и плантаций в тохоку самарае получают плюс 2 к одобрению отправить припасы из припасы из области волок минус 5 процентов процентов минус 5 процентов поддержку гражданской войны минус 30 процентов товарооборот сельскохозяйственных сооружений ферм и плюс 2 к одобрению промышленников плюс 10 процентов за полностью торговых путей продать семена и инструкции по садоводству прогресс гражданской войны плюс 5 радикализация от снижения уровня жизни плюс 15 товарооборот минус 15 доход от натурального хозяйства плюс 10 давайте попробуем вторую опцию дайс англии против америки и нидерландской постиндии интересно для отступила 4 марта здесь 2 21 ноября 4 марта 165 дней между вехами но это говорит нам о том что революция закончится начнется гораздо раньше страна чекское восстание так это вон у нас здесь никаких проблем подтвердить у нас восстание да не маленькая 90 процент гарнизон города киото не подчиняется приказом получив приказ силой подавить народный мятеж в городе киото батальон гарнизона в области конца и отказался подчиняться ему заявив что такого не желает ни народ не бог неповиновение вздернуть у зачинщиков остальных под замок так прогресс гражданской войны минус пять процентов либо нужно замолчать этот случай а гарнизон рано или поздно передислоцируется плюс пять процентов но и до разные другие штрафы следующий веха 16 января закон только 14 4 4 марта сдвинется с места знаете мы пока потянем время а потом отменим принять этого закона успешное морское вторжение ей дредноут открыть так стандарт международного обмена закрываем кино том тотальную слежку макроэкономику современные финансовые инструменты может достичь штаба значит сейчас будет телепортирована 16 января уже 10 отставить принятие закона плюс 30 к радикализму политического движения и мы опять получаем революцию революцию в обратку давайте сделаем легитимное правительство и и и и ничего интересного у нас нету да из законов я имею ввиду окей значит будем встречать эту революцию которая даже больше чем предыдущая предыдущая по моему хоккайдо в себя не включала меня вот это вот раздражает честно говоря то есть и ладно бы было два лагеря скажу северный там левая часть принимает поддерживает один закон правая часть поддерживает другой нет те те же самые регионы постуют либо воды в одну и в другую сторону глупо это как-то я вот не до конца понимаю как именно идет распределение по этим регионам кого они какую они революцию поддерживают какую нет но мне кажется это глупо ну скорее всего это тупо идет подсчет радикалов в каждом да скорее всего так и есть тупо считаются радикалы и все трубопровод в области тюбу конечно же мы вложим средства здесь к инфраструктуре плюс 2 к одобрению промышленников будут бутон не интересует там изгоняют про нас союз японского народа с результате недавних беспорядков по японском сегунате сторонники сегуна создали националистическую организацию призванную защитить страну и правительство от революционной деятельности народ японский народ выступил против революции прогресс гражданской войны минус 10 процентов плюс 5 процентов радикализма политического движения появляется персонаж нам нет дела до влияния этого демагога минус 2 к одобрению сторонников сегуна плюс 10 процентов прогресса гражданской войны нет давайте выберем первую опцию у нас появился агитатор за запрета на критику запрет на критику это а вот здесь да нет наверное народ не очень интересно еще одна дипломатическая игра против нас все пока мелкие игры чусон хочет присоединиться к нам в обмен на обязательства отказать так france как насчет союза нет австро-венгрия хочет обязательства с нашей стороны amazonas обнаружен ксм пингаля хочет присоединиться за обязательством ну конечно вот сейчас прям начну всем раздавать обязательства обязательно приобщение цвете недавнего роста революционных настроений у правительства появилась возможность сблизиться с националистическим движением которое возглавляет хаяо арити и усилить его влияние на группу все сторонники сегуна с его помощью мы похороним революцию прогресс гражданской войны минус 10 процентов движение получает плюс 5 к радикализму плюс 2 процента группы населения средний класс в японском сегунате станут более лояльными плюс 50 к авторитету плюс 50 процентов к радикализации о дискриминации самураи хаймины монахи буддисты мелкие буржуа и сторонники сегуна получит плюс 2 к одобрению и плюс 10 процентов политической силе либо нам не нужна помощь от провокаторов минус 5 к радикализму политического движения и минус 3 к одобрению самураев монахов буддистов хайминов мелких буржуа сторонников сегуна и хаяо арити получит минус 25 популярности давайте первую опцию так-то у нас там уголь эти добавим уголь и золото переведем все вперед шествие с петицией курана сука курана сука хорошее имя мац мацудаира во главе стр просителей действующих от имени сторонники сегуна заявили заняли пустующую резиденцию правительства в городе эду они отказываются покидать ее до тех пор пока сегун не согласится встретиться с ними так отправить представителя правящего рода для встречи с ними минус 5 процентов гражданской войне плюс 2 к одобрению сторонников сегуна так плюс 15 процентов гражданского не нас не интересует все гун сядет на скорый поезд до города эду прогресс гражданской войны минус 10 процентов 10 процентов групп населения канта станут более лояльными плюс 5 к одобрению сторонников сегуна плюс 50 популярности кенките токугава хороший вариант так мы из них еще получится японские жители или граждане не помню там было египет со скандинавией скандинавия хочет сделать протекторат из египта них уже здесь есть кусок земли о как если мы поддержим египет то скорее всего германия выступит против нас так что не будем в это влезать османская империя поддерживает тунис против америки слезы башни слоновой кости расследование в университете области канта выявила достоверные свидетельства революционной деятельности в студенческой среде явно поддерживаемый кем-то из сотрудников факультета закрыть университета и арестовать преподавателей у смертность смертность так радикалы минус 85 процентов товарооборот университетов про загрязь гражданской войны минус 10 процентов либо плюс 10 процентов гражданской нет давайте выберем первую опцию мы пытаемся отсрочить эту гражданскую войну максимально так золото еще есть россия поддерживает тунис против америки смена режима в сурокарте так с этой революцией болин какими она скачками идет вперед смерть от взрыва когда сегон конките токугава ехал в карете из города и до в одной из своих загородных поместье революционер бросился под колеса с гранатой в результате чего погибли и сегон и сам террорист офигеть сегон погиб сбросить прах убийцы в реку и устроить тараур по погибшему правителю так прогресс гражданской войны минус 5 процентов минус 50 к авторитету минус 5 легитимности плюс 5 процентов штраф от области от беспорядков 5 процентов лоили доельных среднем классе садау токугава отомстит убийцам его отца минус 5 процентов гражданской войне так это все то же самое плюс 5 процентов поддержка национальная гвардия плюс 10 процентов поддержка то это тайная полиция сагал так гава примет либо традиционализм либо авторитаризм сейчас у него традиционализм и получает гневливость в роли правителя плюс 100 к авторитету мин плюс 20 процентов кредитализма политического движения офигеть но кей давайте посмотрим что из этого получится традициональный традиционализм сохранился не стал он авторитаристом ну и ладно но у нас теперь новый сюгун стол наследник митисура токугава тоже традиционализм но он принадлежит к самураям хотя бы они к сторонникам сюгу на каком юном возрасте люди обретают свою политическую принадлежность в этой игре ужас какой но по всей видимости этой революции избежать не удастся мы не можем опять начать принимать закон в течение 13 месяцев а тут явно срок подойдет раньше вопреки всему несмотря на то что японский закон ограничивает представителей махаянского буддизма а ну понятно они добились успеха честным путем группа профсоюза выдвигает новые требования представители группы профсоюза крайне недовольные действиями правительства выдвинули более радикальные требования и желают немедленных уступок от властей если мы не отреагируем они обещают дальнейшую эскалацию 5 к одобрению минус 7 к одобрению минус 10 к одобрению ну догадайтесь трех раз 96 процентов следующий этап принесет нам революцию через восемь недель 12 февраля 1918 года проблема в том что распускать армию в данном случае бессмысленно это будет большая часть нашей армии россия ввязалась все-таки там войну с америка ввязалась то есть они могут нас и не поддержать или даже если они поддержат они может быть не возможно не смогут отправить к нам войска я дурак нужно было когда у нас было в революция за за сохранение монархии нужно было дождаться войны и переключиться на сторону поменять сторону тогда мы сохранили монархию болин хорошая мысля приходит опасля математических пулемет и закрыта отменить но мы в данном случае тоже можем сменить сторону но да мы будем поддерживать президентскую республику а не автократию не в смысле не монархию вот здесь есть кнопка смена сторон во время революции 200 батальона в плюроте в 49 да нам Дальше. От на земле. Виновники заплатят за свои преступления. Сторонники сягуна. Традиционализм. Это национализм. Спасибо. Что, объединяем все армии в одну. Потому что в нескольких армиях сейчас все равно смысла нет. Лот. Да, у нас тоже небольшой. Так, Россия. Обязательства. Как союзник они не хотят. Либо за обязательства, либо что-то передать им. Давайте за обязательства. Так. О, Австро-Венгрия готова нас также поддержать. Призвать союзника. Так, есть. Перу-Боливия. Призвать союзника. Есть. В обмен на финансирование. Нет. Бенгалия. Вот. Часон. Призвать союзника. Так. Обязательства. Сейчас посмотрим, какие у нас еще варианты есть. Призвать союзника. Так. Скандинавия. Китай. Обязательства. Область. Дипломатические пакты. Нет. Обязательства. Область они запросят Пекин. Это однозначно. Так. Скандинавия и новая граната. Субъект. Обязательства. Хм. Это кто? Нидерланды. За субъект. Нет. У вас армия никакая. Не. Ну если сейчас все эти ребята скинутся войсками. О-о-о. То может быть не все потеряно. Почему нельзя передать? Хм. Давайте. Давайте. Ребята. Вперед. Вперед. Мы верим. В наших союзников. А еще мы верим в то, что у нас еще скоро закончится очередь строительства. В Пекине можно построить уголек. И на Сахалине можно построить уголек. И в Трансваале. Нет. Так. Железо. Канту и Пекин. Лес построим. Так. Ну. Наверное. Хватит для очереди. Окей. Ну хотя бы наших противников никто не поддерживает. Это радует. О. Здесь уже потихонечку собираются войска. Не только наши. Но и наших союзников. Слишком много генералов. Так. Ты у нас кто? Это националист. Опытный планировщик наступления. Это нам надо. Специалист по обороне. Так. Период ожидания мобилизации опять. Я видимо не понимаю опять. Можно. Можно. Подтвердить. Так. Нельзя. Ну. И фиг с ним. Ладно. Так. А наша армия стоит. Нападение. Понеслась. Посмотрим. Сможет ли. Смогут ли наши союзники помочь нам. Нифига себе. Защита 71. А что у нас с правительством. 72%. 72%. В принципе неплохо. Здесь все нормально. Было 155 миллионов ВВП. Можем что будет после окончания революции. Но. Вкрыто. Революционно-чилийская игра. Это что? Сальвадор. Мексика поддерживается. У Мексики такой флаг кстати интересный. Такой не часто встречается. Иногда бывает. Но. Во всяком случае. В моих играх не часто. Военная диктатура. Финансирования нет. Не буду я вашу поддержку. Россия тут пыталась наступать. Но не очень удачно. О. Австро-Пенгрия. Отлично. Нет. Да отстаньте вы от меня. Не нужна мне ваша помощь. Вернее там не нужна. Здесь нужна. Хм. Переменный успех на фронте. Но. У революции должны уже кончаться войска. Да. Вот. У них уже личный состав теряется. Намного быстрее чем с нашей стороны. Так что скоро мы начнем свое продвижение вперед. Отлично. Отлично. Фух. Союзники нас спасли. Но посмотрим что останется от нас. Торговое соглашение с Китаем. Принять. Посмотрим что от нас останется по окончании этой войны. Ммм. Ммм. Да. Тут они могут и сами справиться. Что такое Россия блин все время наступает какими-то маленькими армиями. О. Вот это я понимаю Аргентина. 146 батальонов. 147 даже батальонов. На верном пути. Отличное состояние нашей сети автодорог привлекло инженеров со всей страны. Инженеры горят желанием сотрудничать с нами. Надо в первую очередь улучшать систему дренажа. Плюс 25 процентов. Минус 25 процентов к затратам на указ. Плюс 5 к инфраструктуре. Плюс 10 тысяч к правительственным расходам. Так. 15 процентов. Понятно. Чуть похуже. Так себе. Да нет. Давайте первую опцию выберем. У нас запас по деньгам пока позволяет. Еще одна игра. Либерально трипалийская. Мне главное блин не профукать. Если вдруг на нас кто-нибудь опять нападет. А я пропущу. Ну. Очень торопился я в этом сезоне. Конечно много ошибок допустил. Но все равно в принципе. Кажется мы движемся более-менее нормально. Ну защита конечно. Блин. Восставшие армии. Восставшие. Революционное выдвижение. Сильное. По отношению к атаке. Но. Зато солдат мало. А у них еще тут. Нифига себе. У них еще тут такая здоровая армия. На другом фронте. Что-то да. Две. У них большие армии получилось. Бенгал предлагает союз. Бенгалия. Крупная держава. Ну окей. Хорошо. Обязательства нет. Россия приглашает нас вступить в их таможенный союз. Нет. Мы вылетели из великих держав. А ну правильно. Естественно. Мы же блин. У нас революция. Нет. Отказать. Причем революция находится. Является великой державой. А мы только крупной державой. Да. Германия поддерживает Скандинавию. Против коммунистического Гольдштейна. Это все ерунда. Давайте мы снизим налоги. На данный момент мы можем это себе позволить. Чили капитулировали. Окей. Движение по фронту продолжается. 113 тысяч против 35 тысяч. Погибшие примерно одинаково. Раненых у нас чуть побольше. Деморализованных у нас намного больше. Фиговенько. Англия против Лунда. Все. Мы выиграли революцию. Аллилуйя. ВВП. 126 миллионов. Минус 30 миллионов. ВВП. О. Минус 30 миллионов. Минус 30 миллионов ВВП. Там у нас все хорошо. Так. Тут у нас. Мы идем. И это что? Там уже тоже все хорошо. Еще здесь. Можно-то. Так. 131. Немножечко улучшилось. Мне, кстати, не запомнил, сколько у нас строительства было до революции. Можно будет потом посмотреть. Но я практически уверен, что мы потеряли строительных секторов. Здоров. Попомнить. Вы просто хотите подержать? Нет. Да. Несмотря на то, что с революцией мы справили, конечно, удар по экономике пришелся. Но потихонечку она увеличивается. Растет наш ВВП. Но все равно, конечно, это очень было неприятно. Буду я никому ничего давать. Так. Можно перейти на индивидуальное медицинское страхование. Да. Я думаю, что можно все оставить как есть. Уже до конца игры этого не трогать ничего. Ух. 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 Так. Опять здесь. Одна революция за другой. Так. Технология подводная лодка открыта. Да не буду я вам ничего давать. Так. Железо. Двигатели нам нужны. Кусай. И надо построить железные дороги. Все. Целая куча. Тюбу. 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 Производственные методы. так. Да. Так. Так. Однадцатый. до производственные методы во время революции они там поменяли наверняка да все это не очень хорошо рыба вышки очень плохо очень плохо ну будем надеяться что я не убил только что нашу экономику а надо хочет отделиться от англии интересно опять вот так и надо опять создавать заново все армии до войска передая не генералу генералу можешь себе оставить мне войска было удобнее перераспределять так значит наступление и эшелонированная оборона властное сочетание утвердить это у нас будет во время войны не могу нет это не а япония это у нас к аравия утвердить к индонезия индонезия тебе мы передаем 15 плюс 15 нет да плюс 10 и одного генерала вперед где у нас еще можно сделать армию наверное там не нужно так если та была защитная то это будет атакующая артиллерия и соответствующее количество пехоты наступление командиру стиллерии подтвердить сюда нам соответственно нужен новый генерал так и вы вообще должны защищаться ух так вроде бы все потом аравийской армии нужно будет еще задать домашнюю домашний регион в принципе если они готовы стать нашим миньоном то я готов поучаствовать минус 62 минус 102 тогда не интересно но мы вернули себе статус великой державы на четвертом месте англичане нас обошли 83 23 давайте построим еще кораблей потому что флот это один из самых простых простых способов увеличить нашу наш престиж а 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 было предположение что возможно лучи победы в войне мы получаем бонус демонстрации силы но судя по описанию нет это не так здесь это общая эффективность на вооруженных сил страны зависит от средних показателей атаки и защиты военных подразделений она служит основой для престижа который страна получает от своих армии и флота и определяет насколько могущественные и будут считать другие государства при инициации или выборе страны в дипломатической игре нет не похоже что здесь участвуют победы или поражения в войне то есть мне такое ощущение что сам факт победы или поражения в войне никакого прямого воздействия на престиж не оказывает а вот потеря при получении новых территорий или потеря территорий и и соответственно что там еще может быть да там увеличение армии за счет новых территорий или там наоборот уменьшение да то вот это косвенно скажем так есть воздействие но напрямую похоже что нету так что у тебя то такое организация еще не установилась ну и фиг с тобой все уже поздно не успел еще раз проверить морейно-морские базы строятся флот строится франция против конго франция давайте мне денег дашь а давай мы союз заключим Китай все еще не хочет Отлично Ну, отлично не то, что Китай не хочет Отлично то, что Франция согласилась Давайте на этой радостной ноте Мы закончим сегодняшний эпизод Пока еще какой-нибудь звездец не случился 20-й год Ну, если особо событий не будет То, возможно, следующий эпизод станет Уже заключительным в этом сезоне А, возможно, он растянется Еще на несколько серий Все зависит будет от того, что будет происходить Но на сегодня это все Продолжение в следующий раз